А вы в курсе, что 13 сотрудников и 23 предприятия санаторно-курортного комплекса Краснодарского края стали лауреатами краевого конкурса «Курортный Олимп-2017». Конкурс был учрежден администрацией Кубани в 2005 году с целью поднятия престижа отрасли, ну и стимулирования лучших сотрудников. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну, премия «Курортный Олимп» в этом году прошла в новом формате. Во-первых, перед церемонией награждения в этом году впервые прошла конференция. Основной темой которой стала поддержка малого и среднего бизнеса, санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края. Ну и, во-вторых, премию впервые вручали в Туапсинском районе. Ну и по традиции заслуженные награды лауреаты конкурса получали из рук губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. У нас есть сюжет, давайте посмотрим, ну а после вернемся в студию. Участники соревновались в 13 номинациях. Победителей поздравил губернатор Краснодарского края. В этом году в регионе отдохнули почти 16 миллионов человек. Большинство туристов приезжали летом. Однако на Кубани намерены развивать круглогодичные курорты, заявил Вениамин Кондратьев. Сегодня, в первую очередь, не жилье нужно нам строить на курортах, не жилье, я это в открытую говорю, а курорту инфраструктуру нужно строить. А если у нас не будет курорта инфраструктуры круглогодичной, конечно, у нас и курортов круглогодичных никогда не будет. Самый главный ресурс, он в ваших руках. То есть вот здесь просто прошу, прекратите просто бездумно распоряжаться с землей той, которая еще осталась. А если есть возможность заводить инвестора с курортной инфраструктурой, а не с жильем, когда вот этот первый инвестор в приоритете с курортной инфраструктурой. Только за прошлый год отрасль принесла в бюджет региона больше 6,5 миллиардов рублей. Курортные территории должны развиваться комплексно, обратился губернатор к тем, кто занимается туристическим бизнесом. В условиях конкуренции не нужно забывать и об уровне сервиса. Если мы потеряем хоть одного туриста или группу туристов, они к нам уже не вернутся никогда. Это рынок. И все рыночные механизмы, они тоже распространяются и на вас. На отрасль экономики, которая тоже должна сегодня конкурировать. И в рамках конкуренции не то, что демонстрировать плавучесть, но и демонстрировать рост. Здесь выход один – развивать наши курорты кластерно. Не каждый санаторий барахтается или отель и пытается выжить. А он понимает, что выжить можно только в одной общей группе, в одном кластере, в одной большой семье. Тут на самом деле я хочу вам сказать искренне спасибо, что курорты Краснодарского края – это, конечно, уже сложившийся бренд. Мне хотелось бы лично поблагодарить вас, в вашем лице всех представителей туристической отрасли за вашу работу. Коллеги, это работу без выходных. В ваших силах сделать все, чтобы отдыхающие, уезжая домой, возили с собой не только частицу летнего солнца и ракушку «Я был в Анапе», а возили с собой самые прекрасные воспоминания и позитивные впечатления от курортов Краснодарского края. Работайте над этим. Мы, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края, будем создавать все правовые основания, совершенствуя законодательную базу. Участие в конкурсе «Курортный Олимп» приняли 130 предприятий. Победители определяла экспертная комиссия. Нынешний этап конкурса стал самым масштабным за 12 лет. В этом году также организовали круглые столы и мастер-классы для представителей туриндустрии. Самый престижный краевой конкурс стал своеобразным подведением итогов летнего и пляжного курортного сезонов. Подтверждением тому, что в Сочи он прошел успешно, стали и награды местным предприятиям санаторно-курортного комплекса. Пока остальные курорты Краснодарского края только переходят на круглогодичный режим работы, Сочи уже подтвердил и это звание. Лучший работник службы приема и размещения гостиницы, лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму, лучший экскурсовод, лучшая организация, осуществляющая туроператорскую деятельность, лучший пляж и лучшие средства размещения. Во всех этих номинациях сочинцы заняли призовые места. Это и Югспорт, и оздоровительный комплекс «Догомыс», «Спутник», «Камелия», «Санаторий Заполярье». Последний отличился сразу в двух номинациях. Я очень рад, что заслуга этих людей, работников, санатория была отмечена. Это для нас первый Олимп. До этого мы следили за Олимпом, готовились, подтягивались, улучшали свою инфраструктуру. Поэтому очень рады, что в конечном итоге это было не напрасно сделано. А вот «Спутник» подтвердил свое лидерство. Этот оздоровительный комплекс – ежегодный участник краевого конкурса. И, кстати, победитель самого первого курортного Олимпа, который состоялся в 2005 году. В крае получить награду гораздо сложнее, чем, допустим, в каких-то даже всероссийских. Потому как тебя не знают, а здесь ты на виду. Все твои достоинства и недостатки знают все. И отдыхающие, и гости, и сотрудники, и горожане. И, соответственно, руководство, которое тоже видит нашу работу. Ну, это очень такой вот сложный путь для получения курортного Олимпа. Подведя итоги лета, санаторно-курортный комплекс «Сочи» строит планы на зимние. Продажи идут активно, отмечают туроператоры. Найти свободные места на новогодние праздники уже проблематично. Такого результата удалось добиться в том числе и благодаря презентациям круглогодичного «Сочи» в регионах страны, которые лично проводит мэр города. Ну и о прошедшей премии «Курортный Олимп», о предстоящем международном туристском форуме, но и о планах на зимний сезон. Мы сегодня поговорим с начальником управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи Сергеем Дамаратом. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Добрый день. Рады снова вас видеть в нашей студии. Но я знаю, что среди победителей ежегодной премии «Курортный Олимп» были и наши сочинские предприятия санаторно-курортного комплекса. Расскажите об этом. Конкурс «Курортный Олимп» традиционно пользуется большой популярностью среди представителей санаторно-курортной отрасли как города Сочи, так и других городов Краснодарского края. Именно поэтому было принято решение провести его в Орленке. Туда единовременно собрались представители от всех муниципальных образований. От города Сочи было 300 человек. Это все те, кто представители тех организаций, которые приняли участие в конкурсе, и сторонние наблюдатели. В церемонии победили, естественно, по понятным причинам. Наибольшее количество номинаций занял, конечно, город Сочи. В числе номинантов у нас фигурировали «Заполярье» санаторий, «Спутник», экскурсионные фирмы «Хостинский отдых», «Лазаревский отдых» и другие организации заняли вторые и третьи места. Ну, то есть в крае высоко оценили работу наших компаний и сотрудников предприятий санаторно-курортной отрасли. А как вы можете оценить итоги прошедшего пляжного сезона? Уже есть какие-то конкретные цифры? Сколько туристов отдохнуло здесь у нас на Черноморском побережье? Конечно, цифры есть. Значит, это порядка 4,5 миллиона. Эта цифра соответствует прошлогоднему результату. Откровенно говоря, в начале сезона летнего мы немножко даже запереживали, потому что погода нас немного подвела, но компенсировала, конечно, наше мероприятие. Это Купок конфедерации. Людей приехало много, и поэтому мы выровнялись в итоге. Ну и помимо этого город Сочи развивается. В этот летний сезон у нас начали работать так называемые автобусы «Хип-он», «Хип-ов». Это матрешки знаменитые. Сейчас уже они пользуются большой популярностью. Предприятие развивается. Они планируют закупить еще несколько таких автобусов. Помимо этого, естественно, пляжный отдых у нас в этот летний сезон функционировало 190 пляжей. Большую работу провели по разгорождению этих пляжных территорий. И еще предстоит большая работа на следующий сезон. Большое внимание мы уделили безопасности на пляжах. Я думаю, что все гости нашего города обратили на это внимание. У нас в этом году на каждом пляже были сотрудники частных охранных организаций, спасатели на воде, на вышке. То есть мы за этим очень внимательно следили и будем продолжать следить. А если безопасно отдыхать, то, естественно, люди поедут в город Сочи. Вот таким образом. И помимо этого еще нас порадовал горный кластер. В этом году ряд объектов размещения было полностью выкуплено нашими туроператорами федеральным. И цены были снижены до уровня 600 рублей. Именно поэтому загрузка горнолыжных объектов размещения этим летом составила порядка 80%. Таким образом, горный кластер, он своего рода стал конкурентом Лазаревскому району нашему. То есть все ожидания от пляжного сезона были все-таки оправданы количеством туристов, которые здесь отдохнули? Абсолютно были оправданы, вне зависимости от того, что у нас открылась Турция и Египет. Поэтому тот уровень, то количество отдыхающих, которое мы достигли, мы его сохранили. Это радует. Еще одно знаковое событие, к которому город уже, я думаю, активно готовится, это Сочинский международный туристский форум, который уже не первый год проходит в нашем городе. Расскажите о его программе и сколько мы участников ожидаем увидеть на этой площадке. Да, традиционно Сочинский международный туристский форум у нас будет проходить в главном медиа-центре. Это пройдет 23-24 ноября. Пользуясь случаем, приглашаю всех сочинцев принять участие в этом форуме. В настоящее время завершается разработка деловой программы. Деловая программа у нас разрабатывается совместно с Ростуризмом. В рамках деловой программы будет проходить большое количество круглых столов. Мы определили наиболее злободневные темы. Это такие, как введение курортного сбора. Это такие, как готовность города к проведению чемпионата мира по футболу. Это подготовка кадров. Мы понимаем, что это тоже необходимо уже продолжать делать. Это круглые столы. Помимо этого пройдет непосредственно выставка курорта и туризм также в главном медиа-центре. Здесь у нас оператором являются сочинские выставки традиционно. Экспонентов будет порядка 300 в этом году. В прошлом году их было 270. То есть мы видим повышенный интерес к этому форуму. И помимо этого еще будут у нас организованы инфотуры для 300 турагентств из разных концов нашей страны по объектам показа, по объектам размещения, которые будут проводить федеральные туроператоры. То есть они привозят к нам сюда своих представителей из каждого города. Для них будут воочию показывать потенциал города Сочи, чтобы тем было легче у себя в городе продавать путевки в город-курорт. И помимо этого еще на это мероприятие мы приглашаем всех членов Ассоциации курортных городов города Сочи. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы те могли также завязать контакты с нашими федеральными туроператорами и развиваться, увеличивать турпоток в свои города. Таким образом мы стараемся повысить популярность курортов не только города Сочи, но и курортов Краснодарского края. Вот еще Международный туристский форум называют главной деловой площадкой по внутреннему и въездному туризму. Можете ли вы с этим согласиться? Да, я соглашусь, но тут какая ситуация. Те здравницы города Сочи, которые в настоящее время функционируют, они по сути уже все имеют договора со всеми федеральными туроператорами, которые работают по направлению города Сочи. Теперь, естественно, необходимо также к этой работе привлечь и наши другие города, члены ассоциаций курортных городов. То есть в рамках этого форума также планируется подписание соответствующих договоров между санаториями, отелями, которые расположены не только в городе Сочи, но и также в Геленджике, в Анапе и других курортных городах. Мы будем с нетерпением ждать гостей на международном туристском форуме, к нему готовиться, но готовиться нужно, я уже думаю, администрация города активно готовится и к предстоящему зимнему сезону. Курорты Красной Поляны уже даже назвали предварительную дату его открытия. Стартуем 25 ноября, пока такой план. Как город готовится принимать желающих отдохнуть и в горах зимой, ну и, соответственно, на побережье? Да, в этом году нам погода действительно помогла. На сегодняшний день уже достаточно серьезный снежный покров у нас на склонах. Осталось его только привести к требованиям, которые необходимы для организации катания. Город, естественно, готов у нас к горнолыжному сезону, но для того, чтобы мы были уверены в том, что отдых гостей будет безопасным, на сегодняшний день уже в Красной Поляне у нас работают мониторинговые группы. В состав этих групп входят специалисты Роспотребнадзора, Госпожнадзора, специалисты администрации города Сочи и специалисты аккредитованных организаций, которые присваивают звезды. Вот в их задачи входит как раз проверка соответствия полученной звезде реальному состоянию объекта. Потому что зачастую некоторые объекты на летний период времени закрываются. И получается так, что к зимнему сезону они начинают функционировать, и есть определенные недоработки. Вот именно для этого эксперты сейчас обходят эти объекты размещения в Красной Поляне. Оперативный штаб каждый год создается. Будет ли он работать в этом году, особенно в новогодние праздники, когда будет много людей? Конечно. Оперативный штаб создается. Уже выпущено соответствующее постановление главы города Сочи. В этом году также он будет размещаться на территории Розы Хутор. В этот штаб будут входить все заинтересованные ведомства и структуры, которые обязаны следить за уровнем готовности горнолыжных курортов, начиная от службы САХ, уборки дорог, заканчивая непосредственно самими склонами, безопасностью на них. Мы проводим анализ степени бронирования горнолыжных курортов взаимодействия с туроператорами. На сегодняшний день уже данные такие. Роза Хутор порядка 70% полностью уже забронирована на все новогодние праздники. Газпром у нас порядка 55% и Горки-город это 66%. То есть все наблюдают повышенный интерес и планируется, что в этот зимний сезон порядка на 7% больше гостей будет посетить горнолыжные курорты нашей Красной Поляны. Инновацией еще предстоящего зимнего сезона должен стать единый эскипас, который объединит горнолыжные курорты нашей Красной Поляны. Внедрена ли уже эта система, налажена ли она полностью или как-то работает еще не до конца и вообще выиграют ли наши курорты Красной Поляны от внедрения этой системы, как вам кажется? Да, по поручению правительства уже завершается работа по внедрению этой системы. На сегодняшний день определено единое программное оборудование, которое будет установлено на всех трех горнолыжных курортах. Единственная нерешенная проблема у нас остается, что физически еще пока не связаны трассы горки города и розы хутор. Но эту проблему планируется в этот зимний сезон решить запуском скибасов. Это специальные автобусы, которые будут курсировать между этими горнолыжными курортами, тем самым объединяя их. Но единый скибас, он в соответствии с поручением правительства должен быть введен уже в этот зимний сезон. Ну что это? Требование времени? Или по аналогии это с европейскими курортами? Вот единый скибас для чего нужен? Исходя из консультации, которую мы проводили с нашими федеральными туроператорами, естественно, это будет своего рода упрощение для наших гостей в части выбора места размещения, в части организации отдыха. В том числе мы в этом году планируем, как и в прошлом году, также размещать гостей и в прибрежном кластере, запускать шаттлы от санаторно-курортных объектов в горный кластер. Именно для этого в том числе также и требуется единый скибас, чтобы не было сложностей, связанных с направлением передвижения этих скибасов. Теперь будет понятно, то есть при въезде на Красную Поляну мы будем видеть, сколько на каком из курортов есть свободных, ну, емкость горнолыжных трасс. Естественно, там, где посвободнее, туда люди и поедут. И в оперативном порядке будет приниматься решение поехать, там, например, на Горкий город или на Розу Хутор. А готовность уже техническая всех желающих будет полностью обеспечена, тем самым, что у них будет в наличии уже единый скибас. А вы затронули, да, прибрежный кластер. Продается он сегодня активно, неактивно? Туристам интересен этот вид отдыха в зимний период? Да, в зимний период года мы разработали такую программу, которая называется «Открытый юг». Она включает в себя порядка 30 санаториев, которые заключили договора с туроператором. По сниженным ценам предоставляют услуги размещения и лечения. То есть порядка за 1400 рублей, начиная от 1400 рублей, можно будет отдыхать и оздоравливаться в санаториях города Сочи. Но помимо программы «Открытый юг», как бы люди, наши местные туроператоры увидели ее успех, и уже также действует программа «Сочи за отдыхом». Эту программу, принцип программы точно такой же. Я думаю, что по этому пути сейчас пойдут все санатории города Сочи. Это как раз мы ставим для себя такую задачу, чтобы в эти программы включить все санатории. Потому что все понимают, вместо того, чтобы зимой простаивать и распускать персонал, легче сохранить работу людям и получать хоть минимальную, но прибыль. Именно поэтому мы сейчас будем двигаться в этом направлении. Помимо этого, также есть идея у некоторых туроператоров города Сочи в межсезонье также развивать спортивный туризм. То есть базы уже у нас достаточно серьезные, спортивные в городе Сочи. Есть отели, у которых есть серьезные спортивные базы. И эти отели также готовы снижать свои цены в период межсезонья для того, чтобы проводить иные мероприятия. То есть как только этот у нас пакет будет готов, естественно, мы обратимся в адрес Ростуризма с просьбой донести до наших регионов возможности города Сочи в плане спортивного туризма. — Очень интересное направление. Ну и в завершении нашей программы вопрос о курортном сборе. Уже в следующем году закон вступит в свою силу. И когда начнет он все-таки взиматься уже с туристов конкретно? И определились ли суммы этого налога для отдыхающих? — Да, но это не налог будет, это сбор все-таки. Значит, в соответствии с федеральным законом с 1 мая на территории эксперимента по введению курортного сбора, а это в том числе и город Сочи, начнет взиматься курортный сбор. Значит, город Сочи подготовил соответствующую заявку в адрес администрации Краснодарского края, в который указал сумму этого курортного сбора, которая составляет 10 рублей. Мы провели анализ и посчитали, что эта сумма, она представляет из себя наиболее безболезненный объем финансовых средств, который может лечь на плечи наших гостей, ну и на плечи наших отельеров в том числе. Мы вынесли этот вопрос на сессию городского собрания, обсудили с депутатами и приняли решение, что, естественно, поднимать этот объем не стоит и остановились на 10 рублях. Начиная с 1 мая на территории города Сочи будет введен курортный сбор в районе 10 рублей. — Ну да, это здорово, что размер курортного сбора теперь уж точно никак не повлияет на то количество туристов, которые пожелают приехать сюда к нам на отдых в город Сочи. Вам спасибо за очень интересный рассказ, спасибо, что пришли в нашу студию. — Спасибо вам. — Да, я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи Сергей Дамарат. Спасибо вам большое. — Спасибо. — Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...